Субботы вас, с новыми выходными, с началом Олимпийских игр тоже. Я думала, что может быть у телевизоров сейчас находитесь и смотрите, следите за соревнованиями, но нет, смотрю, пришли следить за биологией, что тоже хорошо, может не радовать. У нас по плану с вами должно было быть занятие, которое посвящено эволюции зрительных функций, но по двум причинам я решила поменять тему. Первая причина, насколько я помню, на прошлом занятии, в конце прошлого занятия, сказала, что мы будем говорить про систематику. Когда я это вспомнила, я посмотрела на нашу с вами программу. В принципе, закончить большой блок популяционно-видового уровня имело бы смысл как раз закончить систематикой, потом взять тему, которая находится немножечко за пределами школьной программы, и уже перейти далее на экосистемный уровень. Поэтому эволюцию зрительных функций мы обсудим в следующий раз, а сегодня принципы классификации и систематика. Вот, надеюсь, возражений нет, потому что я уже готова рассказывать вам сегодня про эту тему. А эволюция зрительных функций в следующий раз. Так, вот представьте, перед вами находится какое-то огромное количество каких-нибудь экземпляров. Экземпляров, неважно чего, огромное количество книг, огромное количество каких-нибудь камней, окаменелостей каких-то, да, огромное количество растений, огромное количество, ну, неважно, чего угодно. Вот, как вы будете с этим огромным количеством работать, чтобы, например, сделать какие-то выводы, провести какие-то исследования? Вот, что нужно сделать для того, чтобы вот такую огромную кучу предметов, экземпляров как-то изучить? Что с ней нужно сделать с этой кучей? Ну, например, если это такой близкий пример, жизненный пример, допустим, сходили вы так хорошо в магазин, закупились продуктами на месяц вперед, прежде чем начать готовить эти продукты, что вам с ними нужно сделать? Ну, на самом деле, подсказка у вас уже вот здесь на экране в названии темы. То есть, когда мы с вами говорим про, допустим, пример, да, про продукты из магазина, вы их как минимум распределяете по полкам, определяете, что должно находиться, не знаю, там, в морозилке, что должно находиться просто в холодильнике, что может находиться, что должно, вернее, находиться в каком-то там темном месте, в сухом месте, на полочках в кухне и так далее. Вы это делаете, на самом деле, совершенно не задумываясь, но вы руководствуетесь определенным принципом. Вот любые предметы, любые предметы, на которые вы можете обратить внимание, они сходны по каким-то определенным признакам, по каким-то другим признакам они различаются. И на основе этих признаков, например, те же самые продукты вы кладете на те или иные места, да. Если вы, например, начинаете готовить какое-то, я не знаю, интересное, какое-то блюдо, вы, естественно, угруппируете эти продукты каким-то определенным образом, для того, чтобы у вас блюдо получилось вкусным, полезным и так далее. Вот на сходства и различия люди обратили внимание давным-давно. И эти сходства и различия были замечены не только между продуктами питания, но и между окружающими живыми существами. И, конечно, когда у нас происходит такое наблюдение, мы хотим каким-то образом создать систему. Но вот я не знаю, как вы, у меня, например, есть такое хобби – покупать книги. Ну и читать, естественно, тоже. И я очень люблю расставлять свои книги на книжные полки. Каждый раз мне хочется придумать какую-нибудь новую систему. Ну, например, расставлять их по предметам, школьным предметам, которые преподаю, и для души, да, например. Или, допустим, расставить по названию, расставить по авторам, по языкам, опять же, да, потому что у меня книги на разных языках. Ну, подсвет я, конечно, не расставляла, потому что это не поможет найти нужную книгу достаточно быстро. И, соответственно, если мы наблюдаем за живой природой, то живых организмов, живых существ намного больше, чем книг у меня в книжном шкафу. И, конечно, нужно было придумать хоть какую-то систему. Но в древние времена при классификации организмов использовались не биологические признаки, которые позволяли проследить какие-то естественные связи между организмами, а абсолютно другие подходы. Ну, например, животных делили. Полезное животное для человека, вредное животное для человека. Ну, нейтральное, да, то есть не полезное, не вредное. Человеку все равно, есть это животное или нет. Ну, и, соответственно, растение тоже полезное растение, вредное и безразличное, вернее, какие-то не... Ну, безразличное для человека. Ну, что значит растение полезное? Какие-то приносят полезные плоды. Или, например, из него можно там дом построить, да, то есть дерево дает древесину, которое там обладает определенными характеристиками, что из него можно построить полезное теплое жилище. И так далее. То есть была вот такая вот классификация. То есть древняя классификация живых организмов строилась на том, что эти живые организмы дают человеку. То есть человек ставил себя в центр процесса классификации, смотрел, мне от этого хорошо или у меня от этого плохо. Но при этом никакие естественные связи между самими организмами, которые классифицировались, не учитывались при классификации древней времена. Когда же мы с вами говорим сейчас о классификации систематика, то, естественно, мы не уходим вот в тот древний подход, а мы сразу вспоминаем человека, вот сразу же систематика, ассоциация человека, который внес огромный вклад в создание современной системы классификации живых организмов. Это никто иной, как Карл Линей. Вот он у нас здесь на картинке. И сейчас я вам немножечко про него расскажу. Вот Карл Линей на самом деле очень интересная личность, очень интересный человек. Ну, начнем, во-первых, с того, что он родился в 1707 году, то есть достаточно давно, и с какими-то современными средствами изучения живой природы знаком не был. То есть он стоял, собственно, у истоков вот этой вот системы классификации. Он собирал свой собственный гербарий, он внимательно наблюдал за живой природой. И на самом деле интересно то, что, несмотря на то, что в определенный момент он стал профессором, но об этом чуть-чуть позже, родился он в достаточно бедной семье. Ну, относительно бедной семье. Он родился в Швеции. Швеция, можете представить, где она географически находится. И родился он в деревеньке, если я могу ее правильно назвать, Росгульд. Как-то так она произносится. Вот, кстати говоря, на картинке вот здесь, если видите, сейчас мышкой я покажу. Вот это вот дом, в котором родился Линей. На самом деле это не совсем его дом, вернее, он находился, этот дом, в этой деревне. Выглядел он примерно вот так. Но сам тот дом, в котором родился Линей, он сгорел. Много-много лет назад, по-моему, в 1700 каком-то году он сгорел. И это реконструкция дома. Но, тем не менее, если вы вдруг окажетесь в Швеции, вы придите в эту деревню, вы сможете пойти. Вот этот вот дом вы увидите. И предположить, примерно представить, как выглядела та обстановка, в которой родился и вырос Карл Линей. Там есть небольшой огородик и так далее в этой деревне. В общем, важно что? Важно то, что деревня небольшая. Семья, род Линей был незнатный, небогатый. Предки его были простые крестьяне. А отец, собственно, Карла Линей был священником. И, кстати говоря, отец Линей хотел, чтобы и сам Карл Линей стал священником. Ну и, конечно, если родители хотели, чтобы он стал священником, он должен был получить соответствующее образование. И в 10-9 где-то лет Линей отдали в начальную школу. Ну, уже не в деревне, а в другом городе. Линей, он был очень таким мальчиком, который интересовался природой. Ему это было очень, конечно, интересно. А вот учеба, которая касалась, например, ну, все то, что было связано, собственно, с теми предметами, которые позволили бы ему стать священником, его интересовали мало. И часто он с уроков, собственно, сбегал, и уходил там, гулял, наблюдал, смотрел, какие же живые существа находятся в лесах, в лесах, в полях и так далее. Кстати говоря, если вы когда-либо были в Швеции, не в Стокгольме, прямо в центре, так же, туристы, музеи, а чуть-чуть от Стокгольма уехать, например, в ту же самую Упсову, допустим, да, где потом Линей работал. Вы увидите, что природа достаточно, природы много. Открытые такие пространства, лес, поля, дома расположены достаточно далеко друг от друга. Это сейчас, в 21 веке, да, а Линей жил в 1707 году. То есть простора для наблюдений за природой у него было гораздо больше, чем у нас с вами. Вот поэтому неудивительно, что он вот мог увлечься изучением природы, да, и, конечно, намного приятнее было находиться за пределами школы, чем за школьной партой и изучать какие-то дисциплины, которые его мало интересовали. Вот. И больше всего его влекло в природе к цветам. Ну, было интересно, какие это цветы, чем они отличаются друг от друга и так далее. Ну, школу как-то надо было заканчивать в любом случае, что он и сделал. И в определенный момент, в возрасте 17 лет, когда, собственно, подошел возраст выступления в гимназию, он туда и поступил. Но, опять же, теми предметами, которые гимназия, которые гимназия ему предлагала, заниматься он не хотел. И учителя стали выражать определенные сомнения относительно того, что, в принципе, мальчик может стать священником. Что, может, все-таки, ну, пришли к родителям и говорят, может быть, научить его какому-то ремеслу, может, там, сапожники у него получатся, там, ну, если по основным предметам как-то не получается, то давайте пусть будет сапожником, почему бы нет. Вот. И удивительным образом появился врач, который наблюдал за Линеем, видел его тягу к ботанике, к биологии, к растениям, к каким-то вот таким дисциплинам. Он говорит, ребят, ну, какой сапожник, у нас вот талант растет, он должен естествознанием заниматься. И вообще, вот из него врач классный получится. Давайте продолжим обучение, но не на священника, а на врача, почему бы и нет. Ну, родителям деваться было некуда, согласились. И он отправился в университет, который находился в городе Лунде. Вот Лунд, он прямо на юге Швеции находится. Там университет один из старейших, в Укселе университет, по-моему, старейший в Скандинавии. Лунд тоже достаточно старый университет, то есть престижное получается заведение. Ну, и, собственно, Линеем поехал учиться в Лундский университет. Учился хорошо, увлекался. И в Лунде был профессор, который заметил способности Линея и, собственно, начал передавать ему свои знания и вовлек вот это вот медицинское дело. То есть он им библиотеку свою предоставил и помогал ему всячески достигать определенных успехов. Вот. Ну и после, собственно, обучения в Лундском университете Линея переехал вот обратно, переехал в Укс, в общем, обратно. Говорю обратно, потому что с Укселой, на самом деле, ассоциируется основная деятельность и жизнь Линея. То есть большинство времени он провел именно в этом городе как профессор. Да, когда вот он переехал в Уксалу, в Уксальский университет в 1728 году. Да, почему он туда переехал? Потому что там преподавали известные профессора в области медицины. И, конечно, как любому человеку, которому интересна определенная научная область, ему хотелось поехать именно туда, где, собственно, он мог получить необходимые знания и перенять определенный опыт. То есть, в принципе, логично, если мы знаем, что есть какой-то специалист, который потрясающе разбирается в какой-то области, который делится своими знаниями за студентами, то есть преподает в этом университете, то имеет смысл, конечно, в этот университет ехать и пытаться учиться у лучших профессоров. Ну, собственно, вот что Линей и сделал. Ну, единственное, с деньгами как-то Линей было не очень, в принципе, на протяжении достаточно длительного времени. И ему предложили место, ну, то есть он учился в университете, но ему предложили еще должность ассистента ботаника. Ну, то есть он мог получать какие-то деньги, работая ассистентом на кафедре. И удивительным образом, у нас же имя Линей ассоциируется не со специальностью врача, у нас Линей – это растение-систематика, ну, вот, стал ассистентом ботаника, то есть, казалось бы, не предполагал, не рассчитывал, не мечтал, а ботаника его увлекла прямо вот полностью, целиком и полностью. И вы, наверное, знаете, что сейчас в разных странах есть различные гранты, стипендии на какие-то поездки, стажировки и так далее. Ну, и в те времена тоже, конечно, выдающимся студентам или увлекающимся студентам, те, которые проявляют интерес в какой-то области, хотят учиться, познавать что-то, тоже выдавались определенные, ну, гранты или стипендии. Ну, назывались они, наверное, как-то по-другому, но, тем не менее, суть была одна и та же. И вот Королевское научное общество города Упсалэ предложило Линей отправиться в научное путешествие в Лапландию. Ну, и, собственно, он туда поехал и принес, вернее, написал в ходе этого путешествия книгу, которая называлась «Флора Лапландия». Интересно то, что книга, собственно, была опубликована. Спустя примерно пять лет после этого путешествия, она была полностью опубликована, и этот труд дал возможность Линей отправиться в путешествие еще дальше. Он поехал в Голландию. Он поехал в Голландию, и ему предложили ботанический сад, то есть он был заведующим ботанического сада, и продолжал заниматься медициной. То есть удивительно, да, то есть и ботаника, и медицина, то есть как-то все это у него получалось совмещать. И поскольку продолжал заниматься медициной, собственно, это была его основная линия учебы, он еще и диссертацию умудрился защитить и получить степень доктора медицины. Вот. Дальше, да, кстати говоря, занимался он темой диссертации, у него была новая гипотеза перемежающихся лихорадов. То есть как бы вот прям медицина-медицина. И, собственно, он дал им новое толкование, то есть он объяснил каким-то новым уже способом. Вот. Ну, как вы уже, наверное, догадались, личность Лины была неординарная, интересная, трудолюбивая и так далее. И мало того, что диссертацию защитил, так еще и опубликовал книгу «Система природы». «Система природы» издавалась неоднократно, более десяти раз она издавалась за все время. А, кстати говоря, переиздавалась она еще при жизни самого Линея, то есть у него была возможность дополнять эту книгу какими-то своими новыми находками, материалами и так далее. То есть это происходит не так часто, но, тем не менее, происходит. Вот. Интересно то, что он, несмотря на то, что он занимался вот ботаникой, он продолжал заниматься медициной, продолжал заниматься медицинской практикой. То есть не только с точки зрения науки, но он оставался практикующим врачом. То есть он посещал больных, он вел больных, лечил и так далее. И он вернулся в Швецию после Галландии и посвятил себя врачебной практике. То есть он действительно стал достаточно, ну как можно сказать, популярным врачом, наверное, не то слово, известным врачом. То есть его заметили, его ценили как специалиста, к нему обращались. И он, собственно, даже лечил при королевском дворе. Ну и, наконец, он начал больше зарабатывать. В общем, все было замечательно и так далее. Вот. В какой-то момент, ну его не просто заметили, его оценили по заслугам уже какими-то определенными наградами, положениями и прочее, прочее, прочее. Ему в 1757 году было пожаловано дворянство. То есть вы помните, он родился в семье, достаточно простой семье, то есть семья священника, предки были христиане, но вот ему пожаловали дворянство. Ну, во-первых, это титул. Во-вторых, к его фамилии добавили фон. То есть если вы где-то начнете гуглить Карл Линей, вы увидите разные написания его имени. Вот есть имя шведское, которое дано ему было при рождении, там Карл Линейл, да, и вот есть написание на латинский вариант. Латинский вариант – это было необходимо при поступлении в университет. А потом после получения дворянства к его фамилии добавили фон, то есть Карл фон Линейл с акцентом на е последнее. То есть такое вот написание вы можете встретить в различных источниках. Не сомневайтесь, это все один и тот же человек. Просто после получения дворянства добавилась вот приставка вот это фон. Да, и, собственно, Линейл, он, если за годы работы в Упсельском университете в качестве профессора он жил вот в этом вот желтом домике, это профессорские домики, вот, то после вот всех этих полученных титулов у него даже получилось купить небольшое имение рядышком с, если не ошибаюсь, рядышком с Упселой, там он уже вот мог и жить, и заниматься работой. То есть он построил там небольшой даже домик, где разместил свои коллекции. Вот, да, и, наверное, вам будет интересно, что эти за точки, почему эти точки на карте обозначены. Они не случайны, это те места, где Линейл побывал, где он работал. И ему предлагались разные должности за пределами Швеции, в Готингенском университете в Германии, в Петербурге тоже, но он все-таки оставался верен вот своей работе в Упсельском университете, то есть там проработал большую часть своей жизни. Вот, собственно, это его рукопись, можете почерк его увидеть. И сейчас я вам в чат пришлю те места, которые вы можете посетить, не выходя из дома. Это музей Линейл. Есть очень много интересных фотографий, то есть вдруг вам станет интересно, вы можете увидеть. Дальше. Да, есть различные сообщества. Есть вот шведское сообщество, это вот ссылка как раз вот музея, шведское сообщество. Есть лондонское сообщество, Карла Линей, тоже есть на этом сайте фотографии, какие-то интересные коллекции и так далее. То есть если кому-то интересно вот именно посмотреть на разнообразие живых организмов. Вот там, где я вам отправила вторую ссылку, есть вкладка такая, называется Collection. Да, ну, опять же, эти две ссылки, они на английском. По этой вкладке, если вы перейдете, вы сможете пролистать вниз, и там будет коллекция Линейля. Вот. И через нее вы можете выйти на его гербарик. Я вам сейчас дам прямую ссылку. Прямая ссылка. Третья. По-моему, я вам ее присылала на одном из первых занятий, хотя могу ошибаться. И там огромное количество растений, по которым вы можете щелкнуть, увидеть их название. Про то, как давались названия, мы с вами поговорим обязательно сегодня. У нас время есть, так что не переживайте, что много времени потрачено пролиное. Но интересно то, что вы можете вот по последней ссылке щелкнуть по любой, по любому растению, прочитать его краткое описание, на том, в основном вид, ну, его классификацию, как эта классификация происходила, мы с вами поговорим. И посмотреть фотографию, собственно, саму картинку гербария. То есть для этого вам не нужно выходить из дома, вы можете увидеть коллекцию Линейма вот прямо вот на экране своего компьютера. Итак, собственно, имеет смысл сейчас поговорить про саму классификацию. То есть мы знаем, что Карл Линей, он основоположник классификации систематики современной. В том виде, в каком мы классифицируем сейчас живые организмы, мы должны сказать, вот Линей, спасибо за то, что он это придумал. Что же, собственно, когда вот мы говорим, например, про какого-то, про какой-то живой организм. Ну, допустим, есть у нас вот этот зверь. Мы обычно, когда называем животное, когда, ну, или растение, неважно, живой организм какой-то, мы используем два слова. То есть мы хотим сказать, что мы говорим конкретно про вот то существо, которое изображено на фотографии. Первое слово у нас – это род, имя рода. А второе слово – это слово вида. То есть, например, в данном случае первое слово рода – собака. Второе слово – волчья. То есть у нас род – собака, вид – волчья. и полный имя обычно – это род плюс вид. При этом очень, ну, не очень часто, практически всегда род и вид пишутся на латыни. То есть есть какие-то названия, которые мы можем обучить на русском языке, как в данном случае – собака, волчья. Но в большинстве энциклопедий, в большинстве справочников, атласов, классификаторов, и так далее, вы увидите именно латинские названия. Ну и, соответственно, таким же образом классифицируются и растения. О том, как различаются названия, род, вид и так далее, между растениями и животными, тоже мы сегодня поговорим, я вам покажу табличку, и, собственно, вы все это увидите. Современная система классификации, она… Да, это интересный, на самом деле, момент, то, что современная система классификации, она учитывает признаки родства современных видов, современных, то есть тех, которые мы с вами можем наблюдать сейчас, с как ныне живущими, то есть с такими, которые живут сейчас, то есть мы смотрим родство между ними, но также мы смотрим родство современных живых существ с теми живыми существами, не уже не живущими существами, то есть теми, которые уже вымерли. То есть современная система классификации, она акцентирует свое внимание не только на ныне живущих организмах, но и на той связи, которая существует с ныне живущими организмами и уже вымершими. Это, на самом деле, очень здорово, потому что мы можем… на самом деле мы можем проследить процессы эволюции, то есть для нас важно учитывать все связи между всеми живыми организмами, это очень-очень важно. Ну и, соответственно, когда мы говорим про таксономические категории, то мы можем сказать, что каждая таксономическая категория, она соответствует группе организмов, которые имеют общего предка. То есть если бы мы не рассматривали связь с ныне живущими организмами, то, соответственно, мы бы не имели такой вот подход к классификациям. И вот когда мы смотрим на вопросы классификации вот таким образом, то есть у нас есть ныне живущие организмы, есть связи между ними, есть определенные группы, которые имеют общего предка, возможно, даже ныне уже не живущего, то есть вымершие организмы какие-то, то мы наблюдаем общность между организмами, естественную общность между организмами. И поэтому такая система классификации называется естественной. И они могут, помним, эволюция, то есть если мы знаем, как что-то развивалось, как что-то менялось с течением времени, то мы можем предсказать наличие различных свойств в зависимости от положения организма в системе живой природы. То есть если мы видим, например, какую-то такую большую таблицу, в которой мы видим некий организм, мы видим его связь с другими организмами, и мы можем предположить, какими свойствами данный организм может обладать. Это на самом деле очень интересно. Вот часто изображают вот эти вот связи между группами в виде дерева. Дерево изображают по-разному. Я его взяла из учебника 11 класс биологии в углубленный уровень под редакцией пасечника и не отразила это на слайде. Но, в общем, я сказала, то есть это вот из учебника. И здесь представлено вот это дерево вот таким вот образом. Иногда его представляют прямо в виде дерева, иногда в виде каких-то схем, таблиц, но в любом случае структура ветвистая. Если вы когда-либо видели родословную в своей семье и так далее, идея та же самая. То есть это некое дерево, мы видим в ветве, мы видим общий характер в процессе макроэволюции. Мы видим усложнение от организации, общей организации живых существ, каких-то, то есть начиная с бактерий, и как все это усложнялось в процессе эволюции, в ходе эволюции. Вот. На данный момент есть ли какие-то вопросы? Если вопросы есть, напишите в чате. Если вопросов нет, то идем дальше. Хорошо. О, вопросов нет. Спасибо, Владислав. Итак, переходим тогда к систематике. В настоящее время, когда мы говорим с вами про систематику, мы используем определенные... Вернее, вообще, когда мы говорим про систематику, мы можем использовать определенные категории. Вот как я вам говорила про книги, например, или кто-то... Карандаши, краски там еще кто-то вставляет, да? Ну, книги, проще. Какие могут быть категории? Автор, предмет, название, то есть, там, в фонитном, допустим, порядке, цвет, размер и так далее. Вот это вот могут быть какие-то категории. Точно так же, когда мы классифицируем живые существа, нам нужно выделить определенные категории. Причем одна категория включает в себя другую и так далее, как матрешка. И в современной систематике выделяют вот эти категории. Тип, класс, отряд, порядок, семейство, род, вид. Да, тип, отдел, класс, отряд, порядок, семейство, род, вид. Почему тип и в скобочках отдел, почему отряд и в скобочках порядок? Кто-нибудь может предположить в чате, почему такое происходит? Почему я вдруг в скобочках что-то обозначила? Ну, на самом деле, говоря тип, мы подразумеваем отдел. Говоря отряд, мы подразумеваем порядок. С единственной той разницей, что отдел используется только при классификации растений, грибов и прокариотов. То же самое и порядок. Порядок используется для классификации растений, грибов и прокариотов. То есть, если, например, вы пытаетесь определить место в системе какого-то животного, вы скажете, это животное принадлежит такому-то отряду. Если вы классифицируете какое-то растение, вы говорите, принадлежит он по порядку. Вот и все. Ну, да, запомните. Значит, порядок и отдел – это для растений, грибов и прокариотов. Тип и отряд – для животных, для ядер. Итак, ну вот, посмотрите еще раз, как это все выглядит в виде такой схемы. И с примером. Допустим, есть, помним, у нас есть надцарство. То есть, смотрим в центр, центр – это собственное название категории. Есть у нас надцарство, надцарство – ядерное. Далее, царство – животное, растение. Да, это если мы вот рассматриваем вот этих вот двух ребят, да, мы их классифицируем. То есть, вот это у нас, уже сразу мы понимаем, что вот это животное, а вот это у нас растение. То есть, вот у нас надцарство у них ядерное, царство у них животное у одного, растение. Вот пошло первое различие. Первое различие. Дальше. Следующее. Вот то, что я вам сказала и показала на предыдущем слайде – тип или отдел. То есть, они находятся на одном уровне, но просто называются по-разному. Тип для вот собаки домашней будет хордовая, а отдел для тополя белого будет цветковая. Далее. Класс. Млекопитающее. Класс. Двудольный. Класс для животных или растений в данном случае – это слово одно. То есть, никакой разницы нет, мы понимаем, куда мы смотрим. Далее. Для животных. Собака домашняя относится к отряду хищная. Тополь белый относится к порядку ивоцветная. Далее. Семейство. Собака домашняя относится к семейству волчья. Тополь белый относится к семейству ивовые. Далее. Род. Род. Собака домашняя относится к роду собака. Тополь белый относится к роду тополь. И вид, соответственно, собака домашний. Вид, соответственно, тополь белый. Тополь белый относится к роду тополу. Вот это название будет. Вид. И вы знаете уже, что сначала идет род, потом идет вид. И если вы хотите узнать, а с какими другими живыми организмами вот этот вот конкретный вид схож, вы можете посмотреть. Так, род. Род собака. И найти живые организмы, которые относятся к роду собака. Вы можете посмотреть на картинки, вы можете посмотреть на фотографии, постараться определить. А чем вот эта собака отличается от этой собаки? Сравнить и, ага, да, то есть род один, вот это у них общее, а вот это отличается. И идти дальше. А семейство волчья? А какие животные относятся к семейству волчья? А что их объединяет? А почему на этом этапе их разделили в разные группы, которые называются род? Род такой, род такой, род такой. На самом деле это очень интересно. Если вам нравятся какие-то головоломки, какие-то детективные истории, какие-то конструкторы и так далее, то систематика вам должна понравиться. Потому что искать что-то общее, находить, а откуда вот этот признак пришел вот этому конкретному виду, очень интересно. Мы сейчас с вами немножечко попробуем это сделать. Вернее, я на самом деле дала ответ, хотела схитрить чуть-чуть, но не получилось. У меня сразу дала ответ. Ну да ладно. Я вам помню, как-то рассказывала, по-моему рассказывала, если не рассказывала, напишите в чате, но вроде бы я это говорила, о том, что журчалки и пчелы часто вызывают сомнения у людей, когда вот видят что-то такое летящее с крыльями, жужжащее в полосочку, да, считают, что это пчела, начинают там пугаться, мухать руками и так далее. Это на самом деле может быть журчалка. И если вы посмотрите на эти две картинки, на картинке, которая слева, это журчалка, это муха, то есть у нас получается, сейчас мы посмотрим, как все это происходило, это эписерфа балтиатус, это мармеладная муха, у нее еще название такое, то есть если вот это название перевести, это мармеладная муха. Вот, очень красивая, прямо вот, ну, на самом деле это мои любимые журчалки, то есть вот поэтому, конечно, я их всегда поместила. Журчалку могут перепутать с пчелой. Не конкретно этот вид, не конкретно этот вид, есть журчалки, у которых как раз желтоватые, но с пчелой могут спутать. У данной пчелы название вот это, вот это вот класс. Я вам уже говорила про то, как отличить муху-журчалку от пчелы осы-шмеля, да, вот тех вот этих вот ребят. На этой картинке видно все достаточно хорошо, кроме второй пар крыльев у пчелы, но мы их можем разглядеть, я вам помогу это сделать. Посмотрите, вот усики. Усики-журчалки маленькие, у пчелы усики длинные, то есть сразу бросается вот эта разница в глаза. Про окрас здесь даже не говорю, потому что эти ребята отличаются друг от друга. Дальше смотрим на глаза. У журчалки голова достаточно небольшая, глаза зато огромные, полголовы закрывают, как шлен, да, у лыжника. А у пчелы, вот она голова, примерно такого же размера, как у журчалки, а глазки маленькие по сравнению с головой. И пара крыльев. У журчалки одна пара крыльев, то есть всего два крыла, а у пчелы две пары крыльев, то есть четыре крыла. Вот передние крылья, вот они, сейчас их обведу, вот они большие, вот эти вот. И задние, задние вот они маленькие, но поскольку она их так сложила, они сливаются. Вот маленькие крылья одного, да, и большое крыло, переднее крыло. И здесь то же самое, на правом крылье, вот честно говоря, я не определено, наверное, вот это вот, большое крыло, и задняя пара крыльев, она нам не видна. Но в любом случае, две пары крыльев у пчелы, то есть четыре крыла, и одна пара крыльев, то есть два крыла у мухи журчалки. Теперь же смотрим, как вот у конкретно этих, вот этих двух видов, на каком, вернее, этапе сложились различия, образовались различия. На царство и те, и другие ядерные, да, то есть и те, и другие ядерные. И те, и другие относятся к царству животные. И те, и другие относятся к типу членистоногия. Класс и тех, и других насекомые. И потом, пам, отряд. Отряд двукрылые и отряд перепончатокрылые. И когда я вам сейчас сказала, как мы можем, невооруженным взглядом, отличить журчалку от пчелы, что один из основных признаков, на которые мы обращаем внимание, это количество крыльев. У журчалки одна пара крыльев, то есть два крыла. Вот они, двукрылые. А вот эти ребята перепончатокрылые. И вот это различие мы наблюдаем на категории отряд. Ну и дальше, конечно, уже будут происходить последующие различия. Отряд на уровне семейства, например. Семейство журчалки. Ну, просто потому, что у двукрылых, в отряде двухкрылых, есть разные группы. И одна из этих групп – это семейство, называется журчалка. А у перепончатокрылых тоже есть разные семейства. И одно из них – мельхивиды, пожалуйста. Ну и так далее. Род, род эписерфус, род антидия и уже вид. В каждом роде, опять же, несколько групп. И в каждой группе рода несколько видов. В некоторых родах может быть один-два вида, например. Или сотни, допустим. Все это происходит по-разному. Все зависит от конкретного вида и от тех признаков, от тех особенностей, которые данный вид приобрел в ходе эволюции. И мы эти особенности можем проследить, как я уже сказала, на основе естественной классификации. То есть, когда мы наблюдаем родство между ныне живущими организмами и уже вымершими. Ну и сейчас еще одно такое же наблюдение, но уже на уровне журчалок. Берем сейчас две журчалки. Эписерфус, Балтиатус и Эристалис Тенокс. Почему этих двух журчалок выбрала? Не случайно. То есть, как я уже сказала, вот эта журчалка моя любимая журчалка. Но на самом деле и тех, и других журчалок я использовала в исследованиях, когда изучала зрение и поведение журчалок. Они очень интересные, они очень красивые, во-первых. А во-вторых, у них действительно очень интересное поведение. Вы можете наблюдать, например, вот если вы сейчас на них посмотрите, постарайтесь их запомнить, то когда будет где-то, ну, наверное, конец апреля, начало мая, вы сможете увидеть и тех, и других в садах, на полянках, где-то в районе, вот если какой-то цветущий куст есть, и вы можете увидеть, как они летают. Журчалки, они парят, они как вертолётики, такие вот парят. И, например, если вы их увидите где-то в районе цветов или кустов, вы увидите, что они движутся с одного цветка на другой. То есть, они ищут еду, да, они ищут место, где можно отдохнуть, место, где отложить яйца, например. То есть, это вот такое вот поведение, с одного места на другое место. И такое поведение вы можете увидеть, например, в какую-то пасмурную погоду, и в солнечную погоду, и в ту другую погоду, вы это поведение можете заметить. А если вы где-то увидите деревья, которые образуют такой паттерн на земле, как светотень такая, то есть, такие пятна солнечные, которые сквозь кроны деревьев проходят и отражаются уже вот на земле, и пространство, то есть, такое некое пространство, окруженное деревьями, пучок света сверху от солнца и пятна на земле. То и те и другие ребята, но чаще вы увидите именно эти серфа, ну, Эристалеса тоже увидите на самом деле, эти и другие летают, и там, и там. Они будут находиться на высоте, ну, точно больше, чем полтора метра, метра два где-то, и они будут вот так вот зависать. В основном это летают, эти самые, журчалки мужского пола. Они охраняют территорию и смотрят тоже, выискивают самок. Но они вот зависают именно как вертолетик такой, находятся на одном месте, вися долго-долго-долго, если они видят, что кто-то на эту территорию залетает, они его пытаются отпугнуть. То есть, моментальное движение. Если вы, например, придете с видеокамерой или с фотоаппаратом и попробуете сфотографировать, очень может получиться факт, что она сначала улетит, потом увидит так. А кто это здесь такой вот находится, кто что-то такое интересненькое делает? И очень часто эти журчалки будут подлетать к фотоаппарату и пытаться вот, вот эписерфус, мне даже на самом деле казалось, что он меня дразнит, чтобы подлетать такой, вот я здесь, фотографирую меня, поймай меня, или только я немедленно поднимаю камеру, он тут же улетает. В общем, потрясающие мухи, я их обожаю. Да вот, все-таки эписерфус мой любимый человек. Где же разница между, а, да, и, кстати говоря, вот Эристалис, их используют еще и в лаборатории для исследований, потому что они достаточно крупные мухи, то есть их можно исследовать и в лаборатории, то есть проводить различные эксперименты уже, которые не просто наблюдения в естественных условиях, но и в контролируемых условиях, ведь они достаточно удобные. Вот. Итак, на царство и те, и другие ядерные, и те, и другие относятся к царству животные, и те, и другие относятся к типу членистоногия, класс насекомые, и те, и другие, отряд двукрылые, и те, и другие, семейство журчалки, и те, и другие. Но разницу мы видим в категории род. Одни эписерфус, другие эристалис. И, соответственно, в группе эписерфус, как мы уже говорили на предыдущем слайде, эписерфус болтиатус и эристалис тенокс. То есть в роде эписерфус у нас есть разные виды, в роде эристалис у нас есть тоже разные виды. Если мы сравним двух этих журчалок и те, и другие мухи, мы увидим во внешнем облике разницу, и мы увидим разницу в поведении в том числе. То есть общее сходство есть у них в поведении, и сходство этих больше, чем, например, у тех же самых пчел, но при этом различия мы будем наблюдать тоже вот в поведении и в строении. Как же изучается вот строение? Это на слайде я вам, по-моему, это с Амазона, не с Амазона, откуда-то, из какого-то книжного онлайн-магазина, предпросмотр книги. Вот такая книга, это «Журчалки северо-западной Европы». Вот такая вот книжка, кстати, очень-очень замечательная книга с красивыми иллюстрациями, прям вот чудо, а не книга. И если вы ее начинаете листать, то есть если вы занимаетесь профессиональной классификацией, то вы увидите, что здесь собраны только журчалки. Их огромное количество самых-самых разных видов. Но на что же обращают внимание? На крылья. Не только размах крыльев, размер крыльев, но видите, на крыльях есть полосочки вот такие, на них тоже смотрят. Смотрят на глаза. У меня была коллега, которая могла классифицировать, она могла помать журчалку, посмотреть на нее и сказать, что это за вид. То есть я эписерфаса могла отличить, и вот Эристаллиса, да, но я не всегда могла сказать, это Эристаллис Тенокс или это какой-то другой Эристаллис. Ну, то есть я, вернее, могла сказать, это, скорее всего, Тенокс. А вот другого Эристаллиса я уже не могла называть. Эписерфаса, да, потому что с ними я больше всего работала. А она могла поймать журчалку, посмотреть ей в глаза и сказать, о, Эристаллис Тенокс. Я говорю, как вообще, почему, почему ты в глаза смотришь? Она говорит, а у них полосочка на глазу. То есть я, ну, может, в силу зрения эту полосочку даже не вижу, а вот человек, который именно занимался классификацией, прям вот не глядя, вернее, глядя, наоборот, внимательно глядя, определял, какой же вид журчалки. Ну, и здесь вы можете увидеть вот тело, да, фотография тела и полосочки. Полосочки, где вот соединяются, где они не соединяются, какой они толщины, какой формы телца и так далее. То есть на все эти детали внимательно-внимательно смотрят для того, чтобы, собственно, определить, что вот этот конкретный вид на самом деле это вот именно вот этот вид, а не какой-то другой. И бывает так, что человек, например, находит какой-то живой организм, смотрит на него, встречает с лупой, сидит, смотрит, сверяется и так далее. Вот нет, ну, это очень похоже, например, вот на какой-то вид, но вот здесь, посмотрите, вот здесь есть какое-то отличие. И тогда отправляют фотографию в различные общества. Ну, опять же, я в курсе, там, где эти общества связаны с журчалками, очень часто получали на почту, дорогие коллеги, вот я обнаружил вот это в моем саду, мне кажется, это там, и вот вид. И коллеги пишут, нет, 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 это не этот вид, это вот какой-то другой. А может случиться и так, что можно обнаружить новый вид. То есть ни под одну категорию, ни к одному виду не относятся. И тогда смотрят, от какому виду ближе, к какому роду ближе. И тогда создается уже новый вид в соответствующей родовой категории. Вот так вот происходит классификация. И на самом деле, если эта тема вам интересна, или, может быть, в будущем вас заинтересует, то этим можно заниматься вообще на самом деле профессионально. Кстати говоря, вот та коллега, которая по глазам и по крыльям определяла, она работала одно время, делала научный проект в музее в Стокгольме. И у нее был доступ к коллекции Линея. То есть не все экземпляры, которые были собраны, были классифицированы. И она к ним прям в перчатках, правда, прикасалась, наблюдала и вот классифицировала. То есть там прям были подписи сделаны. Очень интересно. Я не была, я не видела, но очень прям завидовала. Вот, делаю зависти прям. Вот. Но если вам эта тема интересна, то у вас есть все шансы, собственно, прям прикоснуться в прямом смысле, прикоснуться к удивительным коллекциям и сделать свои какие-то собственные открытия и находки. Вот смотрите, как мы прекрасно уложились в 50 минут. На следующем занятии поговорим про развитие, про эволюцию зрительных функций. А на сегодня у меня все. Если есть вопросы, пишите. Если вопросов нет, то отдыхайте, готовьтесь к следующему занятию. Ну что, смотрю, вопросов нет. Да, да, я в чат вам еще отправлю вот один, две ссылки. Кстати говоря, вот просто на коллекцию журчалок там очень интересные фотографии. Это британская ассоциация. Я пыталась найти какой-то источник на русском. Нашла только одну книгу вот в свободном вроде как доступе. Тоже можете посмотреть. Вдруг вам понравится, посмотрите. Понравится интерес вот к этим удивительным созданиям. Вот. Всего спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»